и леди джентльмены я вас приветствую сегодня мы с вами обсудим один механизм который вы просили рассмотреть несколько раз поэтому встречайте сегодня мы будем рассматривать механический сальник дословно по деталькам этот механический сальник достался мне не без боя о том где я его взял в конце видео ну а пока давайте детально рассмотрим его конструкцию первая деталька это статическая часть нашего фрикционного уплотнения потому что механический сальник это уплотнение фрикционного типа сделано обычно из керамографита либо просто графита устанавливается в корпус при помощи специального ключа либо же насаживается на резинку и удерживается при помощи болен силы трения упругости самой резинки но это в основном для мелких моделей вторая часть уплотнения динамическая да она вращается она солица на вал и по валу уплотняется при помощи специальной резинки которая устанавливается вот в этот пазик динамическая часть нашего сальника оснащена специальной системой преднагрузки в виде пружины динамическая составляющая сальника фиксируется к валу при помощи специального прилива который выполнен на самом валу либо иногда изготавливать специальные установочные винты но это в сложных моделях сальников для серьезных достаточно насосов для того чтобы сальник хорошо сел на специальный прилив существует вот такое упорное колечко с конструкцией вроде все как же это хренатень работает как мы уже разобрались эта часть статическая она устанавливается в корпус насоса и в корпусе насоса она уплотняется при помощи специальной резинки динамическая часть насаживается на вал и к валу уплотняется при помощи специальные такие резинки Теперь последний этап уплотнения Как же у нас статическая часть уплотняется к динамической? Ответ просто за счет ничтожно малого, практически нулевого зазора между ними Чистота обработки этих поверхностей настолько высока, что перекачиваемая жидкость просто не может вклиниться между ними Кто-то скажет, что в уплотнении участвует еще и центробежная составляющая Но ребятки, нет, дело в том, что когда насос останавливается, две эти части стоят Они не двигаются, но насос не подтекает Теперь разберемся с системой преднагрузки динамической составляющей нашего механического сальника Зачем она вообще нужна? Во-первых, для того, чтобы избежать прецизионной точности при изготовлении самих корпусов насоса Любые зазоры, мелкие в разумных пределах, выберутся пружиной Во-вторых, насосы у нас работают в нескольких режимах, в том числе и температурных Поэтому для компенсации тепловых расширений металла используется пружина Для того, чтобы выбирать образующийся зазор В-третьих, насос перекачивает перекачиваемую жидкость под определенным давлением И для того, чтобы противостоять этому давлению и избежать вклинивания перекачиваемой жидкости в зазор Между статической и динамической частью, опять-таки используется пружина Теперь немного о головниках, которые встречаются и вызывают протечки по механическому сальнику Во-первых, это резинки Для механических сальников обычно применяется нитрорезина, но она тоже не вечная Для насосов, которые перекачивают тяжелое топливо, допустим, в системе циркуляции Там температура зашкаливается иногда за 150, если мы сжигаем 700 мазут Такие резинки очень быстро сохнут Год-полтора-два и приходится их менять Вторая проблема Резинка может в принципе даже не лопнуть Но она теряет свою эластичность, теряет свою форму И в сечении становится не круглой, а как мы механики называем ее квадратной Естественно, что она перестает работать так, как должна и начинает пропускать топливо В каждом механическом сальнике установлены минимум две резинки Со стороны статической части и со стороны динамической части Поэтому проверки прежде всего подвергаются именно резинке Бывают, конечно, и более серьезные проблемы Когда у нас имеет место повреждение самих фрикционных блоков Керамических или углеродных В зависимости от модели сальника они бывают разными И если у вас нет токаря 99 уровня на судне, который может вам выточить То сальник придется выкинуть В принципе, в нормальных судовладельских компаниях так оно и происходит Сальник просто выкидывается и присылается новый Еще одна причина протечки Она присуща в основном насосам, работающим на тяжелом топливе Это зависание пружины Топливо набивается под резинку в горячем режиме Насос вы останавливаете, он остывает А пружинка у нас не отрабатывает И на холодной образуется небольшой зазор Поэтому сальник начинает подтекать Насос мы разбираем Находим причину, она всегда уникальна В кавычках Так что не спешите выкидывать сальник Если фрикционные поверхности в порядке Возможно дело просто в резинках Либо просто в грязи Теперь, как и обещал Несколько кадров в режиме таймлапс О том, с какого насоса я этот сальник снял Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok